Сегодня проводим всеукраинский рейтинговый турнир «Атака» 2021 года. Данный турнир собрал порядка 450 человек из разных регионов Украины. Рейтинг этого турнира будет идти в счет возрастным группам кадетам и юниорам на следующий год для формирования сборной команды Украины. Турнир вызывает большой интерес у спортсменов, тренеров, родителей. Сегодня к нам приехали гости из Киева, Ивановранковска, Сум, Полтавы и других регионов Украины. Помимо всего прочего, сегодня мы также проводим турнир среди новичков. Турнир среди новичков помогает маленьким подрастающим спортсменам оценить свой уровень подготовки для будущих более серьезных стартов и соревнований. Традиционный турнир «Атака» рейтинговый, всеукраинского масштаба, проходит в легкоатлетическом манеже ХТЗ. На этом турнире принимают участие порядка 450 спортсменов из 10 регионов. Новички показывают свое рвение, ребята постарше уже видно, что восстанавливаются после карантина. Бои яркие, насыщенные. Соревнования сегодня обслуживают судьи всех национальных категорий. Есть судьи уже с большим опытом, есть новенькие, которых мы привлекли для того, чтобы они набрались опыта. В нашей версии олимпийского тэквондо грядут изменения в правилах соревнований. Сейчас были небольшие изменения в августе этого года, но с января 2022 года планируется уже, ну скажем так, можно даже сказать новые правила, они очень сильно изменятся. Но на данный момент пока это тайна. Пока мы еще не знаем, какие изменения будут и в каком масштабе. Всем участникам соревнований хочу пожелать ярких, насыщенных боев, ну и конечно же первых мест. Сегодня впервые в тэквондо ВТФ был показан новый раздел, который называется кикстайл. Это командные поединки 3 на 3, это под эгидой профессиональной лиги тэквондо Украины проходит он. Правда сегодня это были более показательно ознакомительный поединок. Основной будет задел на старте «Дети Украины», где будут состязаться уже команды именно в серьезном режиме Кироги. Идея пришла несколько лет тому назад о создании такого мероприятия, потому что в мире очень культивируются поединки ТК-5, но нет такой массовости. Спортсмены в защитном электронном оборудовании, то бишь, идет баллы также. И когда спортсмены борются между собой, и на манекене установлен тоже электронный шлем, электронный жилет. Потом эти баллы все суммируются, и мы находим команду победителя. Во-первых, это очень зрелищно, и возможно многих даже это заинтересует на будущее, потому что профиспорт начинает наконец-то в Украине появляться, и мы надеемся, что это будет и новым видом, который потом будет не только на территории Украины. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok